МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К сожалению, влюблённые женщины очень часто становятся жертвами мошенников. Мои подписчики мне прислали очень интересное видео, где некая девушка Лариса рассказывает про свою подругу Вику. Та хотела спасти своего любимого мужчину от смертельного заболевания. К сожалению, её обманули, и она осталась с кредитом в полтора миллиона от микрофинансовой организации. Я решил, что к этой теме неплохо было бы подключить ребят. Влад, привет, ты на громкой. Привет, Влад. Привет, Влад. Всем привет. Слушайте, я вам там отправил ссылочку на один пост, где некая девушка Лариса рассказывает про свою подругу Викторию. Её обманули. К тому же Феликс нашёл похожую историю. Я хочу, чтобы вы подключились и разобрались. А контакты с женщиной, которая пост выложила, есть? К сожалению, этот пост был анонимным. Так что уточнить детали возможности не было. Ладно, будем работать с тем, что есть. Всё, держите меня в курсе. До связи. Давай, на связи. Здравствуйте, добрые люди. Меня зовут Лариса. У своей подруги хочу рассказать, что больше никто так не попадался. Случилось так, что, ну, влюбилась она. Показывал фотографию красавицы-мужчины, не спорю. Лёня его зовут. И буквально через месяц предложил ей замуж. А потом раз, взял он и пропал. Бегусь я в шоке от того, что делать, куда бежать. Потом этот Леонид присылает фото, что он в больнице. Но приезжать к нему не надо. Там карантин, и никого не пускают. Он всё сам расскажет чуть позже. На следующий день звонит какая-то Лена. Говорит, я сестра Леонида. Объясняет, что у Леонида возобновилась детская хроническая болезнь. Ну, практически неизлечимая. И мне разрешили за ним ухаживать дома. Вот адрес, можете приехать. У Викуся вырвалась с работы, прилетела. Смотрит, Леонид лежит в капельнице, никакой. И тут приходит врач. Посмотрел и говорит, что да, тяжёлое хроническое заболевание, которое, в принципе, можно вылечить, но вылечить только в Израиле. А это же понятно, какие большие деньги. Викуся, недолго думая, конечно же, решила спасать своего любимого и побежала в эту микрофинансовую организацию. Взяла полтора миллиона и отдала их Лене. Без расписки, без всего. Просто вот под спасибо. А потом раз, и всё. И молчание. Я ей говорю, ты иди, посмотри, где они жили. Приезжает, а квартира-то съёмная. Вот так мои подруги испортили жизнь. Ещё кредит повесили. И отдавать теперь несколько лет его придётся. В общем, это не схема, а прям какой-то драм-кружок. Насколько я понимаю, контактов этой женщины у нас нет. А что там Влад говорил по поводу дополнительного поста, который ему скинул Феликс? Может, там какая-то зацепка есть? Сейчас посмотрим. Вот женщина, конечно, дала полтора ляма. Вообще непонятно, кому без расписки. Вот учишь их, учишь от толку. Слава, понимаешь, здесь изощрённая многоходовочка. Долгие ухаживания. Доктор, сестра. Женщина влюбляется. Влюблённая женщина, она человек неадекватный. И здраво рассуждать она не в состоянии. О, ребят, здесь кое-что интересное действительно есть. Второй пост от какой-то Виталины. История абсолютно идентична. Просто до мелочей, до деталей. Даже жених Лёня и сестра жениха Лена. Ну, это действительно интересно. А есть хоть какие-то контакты, как выкинуть эту женщину? Да, вот как раз на неё и есть. Слушай, ну давай свяжем с этой Виталиной. Может, там какая-нибудь зацепочка есть? Уже связанная. Ага, хорошо. Ну, приятного. Да, слушаю. Виталина, здравствуйте. Меня зовут Дарья Рубинская. Это телеканал Че, проект Охотники. Очень приятно. А что за проект? И при чём тут я? Это проект о мошенниках. И я звоню по поводу вашей истории с Леонидом. Ах, вот оно что. Вы читали мой пост. О, как я рада, что журналисты заинтересовались этой сволочью. Он мне всю жизнь испортил. Виталина, скажите, пожалуйста, мы можем с вами встретиться? Потому что мне необходимо уточнить у вас кое-какие детали, для того, чтобы мы могли его найти. Да ради такого дела я готова на всё. Ну, сейчас я на работе. Освобожусь, к сожалению, поздно вечером. Ну, если это не проблема, я могу подъехать на работу. Да, конечно. Приезжайте. Это хозяйственный магазин на еду в 18. Хорошо, я буду в течение часа. До встречи. До свидания. Слушайте, ребят, мне вот не верится, что этих женщин кинули одни и те же люди. Даже имена не меняли. Хотя, конечно, сомнения есть, но всё-таки. Ну. Это предстоит выяснить. Вот это мы сейчас и узнаем, Володь. Они не супергерои, они обычные ребята. Просто они предпочитают действовать. Да ладно, тюрьму. Руки убрал. Отпусти девушку, быстро. Что нам надо? Да чтобы вы в тюрьму сели. Вячеслав Василевский, боец, шестикратный чемпион мира. Бесстрашный, целеустремлённый. Счастливый. Да, отлично. Дарья Рубинская, журналист. Давайте договоримся. Нет, мы не договоримся. Дерзкая, инициативная. Владимир Сарков, бывший морпех. У вас был выбор, на чьей стороне быть. Вы его сделали, поэтому отдыхайте. Жёсткий, принципиальный. Вы паразиты, которые живут за счёт людей. Мы объединились, чтобы вместе начать охоту на мошенников. Спасибо вам большое. Охота началась. Ребят, я возле магазина, где Виталина работает. Иду внутрь. Принято. Надеюсь, у Виталины хоть фото женишка осталось. А то искать придётся долго. Да уж. Здравствуйте. Здравствуйте. Я ищу Виталину. Виталина? Виталина? Вот она здесь. Ага. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите сюда, пожалуйста. Скажите, вы действительно хотите найти этих уродов? Мы действительно хотим найти этих уродов. Более того, я уверена, что мы их обязательно найдём. Я надеюсь. Дело в том, что кредит до сих пор на мне. Я его выплачиваю с последних сил. Я вашу историю всю прочитала. Я в курсе всего. Но у меня есть пара конкретных вопросов. Да. Спрашивай. Расскажите, пожалуйста, про момент, когда вы увидели Леонида, лежащего на кровати в квартире Елены. Ну, это было всё так натурально. Он лежит, значит, кислородная маска, капельница. Это было настолько... Всё выглядело естественно. Елена сама заплаканная. У меня эмоции просто зашкаливали. Я просто думала только об этом, как спасти моего единственного любимого человека. Я готова была на всё. Скажите, у вас фотографии его есть? Нет, фотографии... Мы встречались, не фотографировались, потому что селфи я не люблю. Хотя... Хотя есть у меня фотография. Угу. С больничного коридора. Вот. Так. Угу. Отлично. Пришлите, пожалуйста, на мой телефон. Давайте шаглянем. Я уверена, что это он... Вот. Ну, посмотри. Судя по фотке, мужик крепкий. Наверняка спортом занимается. Угу. Литерболом он занимается, гадёныш. В маске сфотографировался. Ты видишь? Значит, свети на него, ничего не на неё. Все, я серьезно. Вот микрофинансовая организация, в которой вы брали кредит полтора миллиона. Вы её сами нашли или Елена подсказала? Подсказала Елена. И более того, она сказала, что именно там она брала миллион. Ну, и что это делается всё быстро, оперативно. А помните адрес? Да. 167. Я даже помню имя операционистки Маргарита Семёнова. А вы адрес той квартиры помните? Да, у меня записан адрес. Так. Улица... Дом 114. Квартира 45. По-моему, пятый этаж. Этаж. Поверила, подумала, что вот он. Настоящий, единственный мужчина. Виталин, ну, вы не переживайте. Мы сделаем всё возможное. Так что всё будет хорошо, я уверена. А с Леонидом разберёмся, ладно? Берегите себя. До свидания. Спасибо. Даш, 45-я квартира в доме 114 по улице *** сейчас выставлена в аренду. Сдаёт её некий Иван. Есть его телефон. Вся инфа, если что, в общей папке. Хорошо, Слав, я поняла. Я сейчас созвонюсь с Иваном и съезжу, постараюсь выяснить, кто снимал квартиру. А я смотаюсь в эту инфу. Договорились. Слушай, Володь, а я всё-таки скину фото Лёни и Феликса. Давай, скинь, а я пока попробую найти эту Маргариту из инфо. Поскольку она дышит. Отлично. Алло. Алло, здравствуйте. Меня зовут Дарья. Я по поводу объявления по квартире на улице *** на 114. Я бы хотела подъехать посмотреть. Прекрасно. В течение часа приезжайте. Я буду здесь. Меня Иван зовут. Хорошо, давайте до встречи. Спасибо. Наше путешествие продолжается. Слава, подъехал к МФО. Сейчас зайду внутрь. Узнаю, работает там сегодня Маргарита Семёновна или нет. Понял, Володь. Давай, жду я тебя в фейс этой мадам. Пробью её. Посмотрим, что за птица. Что надо? Здравствуйте. Не подскажете, Маргарита Семёновна с ней работает? А что? Ну, хороший специалист, грамотный. Когда-то помогла мне, хотелось бы увидеться. Здесь все грамотные. Семёновна сейчас на обеде. Через полчаса будет. Ладно, подожду. А кто крайний? Сюда. Вы, да? Слава, я подъехала к дому, где мошенники квартиру снимали. Окей, переключаюсь на тебя. Володя, пока лучше, где в МФО сидит. Здравствуйте, Иван. Дарья? Да, это я. А вы не против, если я буду со своим парнем, а то я одна не хожу в квартиру смотреть? Проходите вдвоём. Вот, ремонт свежий, техника новая. Ага, прекрасно. Если же тебя интересует. Да, интересует. На самом деле, я пришла не по поводу аренды квартиры. Неужели по поводу этих двоих, которые Леонид, Елена, которые здесь кидали людей на деньги? Я ищу этих мошенников. В смысле ищите? Вы из полиции? Нет, мы не из полиции. Мы с телевидения снимаем передачу про мошенников. Мы на них охотимся. Может быть, у вас сохранились их контакты? Дело в том, что в этот период снимал квартиру вообще другой человек. Валерия вызвали, работал инструктором в автошколе. Так что, причём эти двое, они вообще не в курсе. А скажите, пожалуйста, этот человек случайно не он? Так, здесь лицо в маске. Нет, это точно не Валерий. Тот старший и седой. Ну ладно, но, может быть, данные Валерия у вас сохранились? Квартиру он сдал в идеале. После этого я номера всегда удаляю. Обычно, если всё в порядке, не храню мне. Уже некуда сохранять такой поток. Нет, бесконечно. Ну ладно, спасибо. И на этом. Так это не ваш парень? Это не мой парень, он женат. До свидания. Да, Даш, что-то нам сегодня не везёт с инфой. Ну, не густо, конечно, но зато теперь мы знаем, что квартиру мошенникам снимал их подельник. И где сейчас его искать, непонятно. Ладно, еду на базу, будем думать. Мужик, две минуты. Вот две минуты, вопрос решу, быстро, две минуты. Я час ждал. Мужик, ну две минуты, засекай. Вот две минуты, пожалуйста. Хорошо. По-братски, спасибо. Здравствуйте, присаживайтесь. Спасибо. Какая сумма вас интересует? Меня интересует... 350 тысяч. Вы с нашими правилами... Володь, супер. Картинка чёткая. Сейчас я сделаю скрин, попробую пробить эту Маргариту. Только паспорт, да? То есть мою платёжеспособность вы будете проверять по паспорту, а не по справке о доходах, так? Мужчина, вам вообще деньги нужны? Давайте перейдём к более конструктивному разговору. И если да, будете брать? Вы знаете, я, наверное, подумаю. Договоримся. До свидания. До свидания. Так, а вот аккаунт нашей Маргаритки. Ну, неплохо живёт, судя по фоткам. Отдыхает красиво. И тачка такая мощная. Володь, я нашёл фото тачки этой Маргариты. Скинул тебе её. Там номера хорошо видны. Попробуй сейчас на стоянке её найти. Так, Слава, фотография есть. Начинаем поиск машины. Хотелось бы её сразу найти, чтобы по этому автодрому не ходить. Володь, а ты жучок не взял с собой. Да взял, взял. Бинго! Слава, я её нашёл. Ставлю жучок. Ну, всё, теперь можем проследить за передвижением этой мадам. Отлично, Володь. Слушай, ну ты уже засветился, так что возвращайся на базу. Я сейчас Дашу дождусь. И поеду понаблюдая за этой Маргаритой. Согласен. Мои подписчики мне прислали очень интересное видео. Меня зовут Лариса. О своей подруге хочу рассказать. Та хотела спасти своего любимого мужчину от смертельного заболевания. Здесь защищённая многоходовочка. Долгие ухаживания. Доктор, сестра. Судя по фотке, мужик крепкий. В маске сфотографировался. Значит, в сети на него ничего не на неё. Второй пост от какой-то Виталина. История абсолютно идентична. Кредит до сих пор на мне. Я его выплачиваю с последних сил. Я даже помню имя операционистки Маргариты Семёнова. Здравствуйте. Присаживайтесь. Я нашёл фото тачки этой Маргариты. Ставлю жучок. Всё, теперь можем проследить за передвижением этой мадам. База, приём. На чё здесь, Лас? Маячок на машине Маргариты мне привёл к какому-то кабаку. Вот я вижу, её тачка стоит здесь. Так что сейчас буду заходить внутрь. Принято. Подключаемся к твоим камерам. Чё, Паш, пойдём со мной? Пострахуешь? Как думаешь, она просто поужинать пришла? Или может, у неё свидание с кем-то? А представляешь, у неё свидание с Лёнчиком? Думаешь, она в теме? Слушай, конечно, в теме. Ты её машину видела? Может, у неё любовник богатый или муж? Угу, два в одном. Посмотрим, кто из нас прав. Ребят, я её вижу. О, смотри, от нас идёт. Я извиняюсь. Ой, такой неловкий. Словно стыдно. Хорошего вечера. Ой, а мне можно сок апельсиновый, пожалуйста? Ой, ну привет. 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 Ты чё так долго? Я уже уходить собралась. Я тебя полчаса жду. Ой, извиняюсь, задержалась. Столько много дел. Я хоть кофе закажу. Молодой человек. Ну, это явно не Лёнчик. Да, какая-то неинтересная история. Слушай, хоть бы Феликс нам дал, кто-нибудь зацепил с этой фотографией. Лёнчика из больничного коридора. Да, странно, что он до сих пор молчит. Ну, да. Слушай, ну, донорар. А чё купюры такие мелкие? Пятёрками не было? Ну, какая разница? Сумма же та же. Ну, чё-то такая нервная-то. Твои тёлки половина кредита не оплачивают. С каких пор операция? Они должны следить за этим. И какая разница? Это вообще проблемы службы безопасности? Как раз служба безопасности ко мне приходила. Проверяли, как я работаю. И чё, были претензии? Нет, претензий не было. Но просто до этого они меня не проверяли. Спасибо. Если у человека хорошая кредитная история, то почему ему не получить кредит? А что у них за делишки совместные такие, а? Ты знаешь, не знаю, какие там делишки, но то, что откат она за что-то получила, это точно. А вдруг эта сестра Лёни, Елена? Слушай, ну, если вдруг... Скинь портрет этой мадам Виталини. Посмотрим. Погоди, погоди. У меня здесь новая партия намечается. Ты куда-то уйдёшь? Ты ж сказала, что вы направо-налево деньги раздаёте. Ой, ну, это я погорячилась. Сама понимаешь, если в системе нету своих, то тогда и система в ней откроется. Поэтому давайте 5% накину. Хорошо? Последняя сделочка. Идёт? Ой, ладно, давай, но только больше ко мне в кабинет клиентам не приходи. СМС-ка просто и... Угу. Хорошо. Слава, это та самая Елена, не упусти её. Не упущу. КОНЕЦ 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 Ох ты, блин! Кто ж мог подумать, что её тачка может ждать с водителем? Номера срисовали? Слава, не волнуйся, всё нормально. Срисовали. Мотани, конечно, нажат. Я сейчас номер забью. Ребят, ну что, я тогда еду на базу? Да, давай, мы пока номера пробиваем. Ну всё, я тогда погнал. Так, машина оформлена на Валерия Пирогова. О, какое совпадение. Квартиру для их делишек. У Ивана снимал какой-то седой автоинструктор Валерий. И водитель Елены тоже седой мужик. Слушай, я не думаю, что это совпадение. Я тоже так не думаю. Штаб, приём. На связи, Слав. Феликс объявился, кое-что нарыл. Смотрите в общей папке, это очень интересно. Отлично, сейчас глянем. Так. Ну, что там? Так, это получается, что фотка не из больницы. В смысле? Феликс пишет, что на стене в коридоре правила дорожного движения. Так, подожди, это что, этот дебил фотографировался в ГИБДД, что ли? Володь, давай ещё подумаем. Где могут висеть плакаты с ПДД? В книжном магазине, в ларке «Союз печати». Лёнчик фоткался в автошколе. А Валера у нас кто? Точно, автоинструктор. Браво. Ну, а название автошколы там есть? Даже ссылка на сайт есть. Так. Вот, пожалуйста, наши инструкторы, Валерий Пирогов. А вот теперь будь любезна, вот этот портретик Виталини отправь на опознание. Естественно. С радостью. Слава, ты тут? Да куда я денусь? В общем, мы нашли этого автоинструктора, который снимал у Ивана квартиру. Угадай, кто это? Водитель Елена, что ли? Красавчик. И доктор. Кстати, он же и доктор, который втирал про клинику в Израиле. Виталина его узнала. Ух ты! Осталось Лёнчика выцепить. Выцепим, выцепим. Никуда от нас не денется. В общем, завтра поеду к этому доктору, буду пытаться попасть к нему на практическое занятие. Хорошее решение, тем более, что Лену мы упустили. Так что попробуем через него выйти на эту шайку. В общем, дождемся Славу и решим в деталях, как будем действовать. Хорошо. Мои подписчики мне прислали очень интересное видео. Меня зовут Лариса. О своей подруге хочу рассказать. Та хотела спасти своего любимого мужчину от смертельного заболевания. Этот Леонид звонит ей и присылает фото, что он в больнице. Он лежит. Значит, кислородная маска, капельница, Елена сама заплаканная. Здесь защищенная многоходовочка. Долгие ухаживания. Доктор, сестра. Я ей говорю, ты иди, посмотри, где они жили. Приезжает, а квартира-то съемная. Снимал квартиру вообще другой человек. Водитель Елена, что ли? Кстати, он же и доктор, который втирал про клинику в Израиле. В общем, завтра поеду к этому доктору, буду пытаться попасть к нему на практическое занятие. Здрасте. А вы Валерий Пирогов? Ну да. С утра я был. Отлично. Меня Дарья зовут. Мне вас подруга посоветовала. Она как спеца своего дела, классного профессионала. Приятно слышать. Мне нужны занятия по вождению. Права у меня есть. Пять тысяч занятий. Нифига себе. Пять тысяч. Он что, бывший инструктор Шумахера, что ли? Я готова много ездить. Ну, вообще, мне нужно много занятий. Ну, что не сделаешь для красивой девушки? Три с половиной. Ага. Ну, ладно. Ну, хорошо. Давайте три с половиной. Ну, давайте тогда на моей машине. На вашей? Это на какой? А вот. Я вам предлагаю сейчас поехать по одному адресу. Здесь недалеко. А вы заодно и попрекуете сегодня вождение. Хорошо. Ну, давайте садитесь тогда. Я смотрю, неплохо чувак устроился. По личным делам гоняет, еще и бабки получает. Ну да, личное водитель имеет. Нам бы такую работу. Еду. Едите. Только газку немножечко поддайте. Да-то как-то уж совсем слишком мы медленно едем. Ладно. Блин, черт. Ну, куда пойми, что? Мы же сажали газку. Ну, не 80 километров в час. Если бы я знал, что вы такой крутой водитель, мы бы начали бы с площадки. Ну, вообще-то, я однажды в городе на своей машине проехала километров пять без приключений. Вы уверены? Может, это только показалось? Даш, ну ты сильно-то там не играй. А то он сейчас выгонит тебя от греха подальше. А ну-ка посмотрим, куда ты его везешь? Так. Выключаем аварийку. Хорошо. Включаем левый поворот. Окей. Да. Все, и потихонечку начинаем движение прямо. Хорошо. Так, ну я быстренько на 15 минут и... Да, хорошо. Идите, я охраняю. Даша, надо посмотреть, куда это он идет. Поняла. Здравствуйте. Здравствуйте. Я по поводу объявлений в подачи квартиры. Да. Проходите, пожалуйста. Спасибо. Ребят, вы слышали, он квартиру снимает? Слышали, Даша, слышали. Пацаны, я думаю, это все не просто так. Помните, Лена говорила, что новая партия намечается? То есть квартира снимается для очередного кидняка? Да я в этом почти уверена. А ты точно думаешь, что он снимет эту квартиру? Так мы это проверим. Ребят. Короче, нужно пробить телефон владельца по этому адресу. Улица ***, 18, квартира 3. Уже делаем? Так, сейчас пробьем. Так, ну что, едем на площадку? Слушайте, простите. Что такое? Мне надо бежать. Брала отгул, а в итоге я очень там нужна, на работе. Поэтому с вами на площадку мы сейчас не поедем. Мы можем перенести на завтра? Ну, завтра я никак не могу. А давайте, может быть, послезавтра? Послезавтра в это же время у школы. Хорошо. Да, давайте, отлично. Ну, раз сегодня такая у нас чехарда, давайте тогда 3000. А, ладно, да, точно. Извините, совсем уже. Три, три, три. Угу. Спасибо, до свидания. Даш, лови телефон владельца квартиры. А квартира, кстати, недалеко от МФО находится, где Маргарита работает. Ну, а что, аналогично? Зачем по всему городу мотаться? Слушаю. Здравствуйте. Я по объявлению хотела квартиру посмотреть. Так я уже сдала. А на какой срок сдали? Мне просто так нужна квартира в вашем районе как раз. И цена у вас отличная. На месяц сдала девушка. На месяц отлично. А мне как раз нужно на долгий срок. На год с продлением. Так мне уже заплатили. Ну, я понимаю. Ну, вам же как раз за месяц заплатили. А я бы подъехала, посмотрела квартиру. И если меня все устроит, то я бы ее забронировала. И как раз бы потом сняла. Ну, приезжайте. Хорошо, я как раз рядом скоро буду. Заходите. Ну, короче, все ясно. Хатон снял. Даша, значит, они точно там будут работать? Ну, так и мы работаем. Ребят, я пошла. Удачи тебе. Здравствуйте. Я Даша, я вам звонила. Быстро. Да я рядом уже была. Я же вам сказала. Яна, проходите. Ага. Так. Все, я могу пойти посмотреть, да? Конечно. Можете не разговариваться. Я, в принципе, мыть собиралась. А, хорошо. Проходите. Спасибо. На кухне. Ну, я с туалета, да, наверное, начну. Пожалуйста, можете. Ой, у меня телефон, извините. Я сейчас отдаю. Да, конечно, конечно. Что-то так сложно. Я туда пойду? Может? Да, пожалуйста, пожалуйста, смотрите. Скажите. Каждый раз одно. Да, у меня сейчас люди просто заметают немножко. Сейчас я пришлю адрес. Ну, мне все нравится. Идеально, да. Я вам через месяц позвоню тогда, ладно? Хорошо, Анюта. Хорошо? Вам спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. Отлично, Дашка, мы в деле. Вот смотри, я не могу понять, как у тебя так легко и просто все получается, а? Слав, это чистая случайность всегда. Значит, теперь будем сидеть и ждать, когда они свою схему и запустят. Ну, раз с Валерией у нас завтра такой занятой, то я уверена, что и спектакль в квартире будет завтра. Поехали на базу. А что в этом логика есть? Ну, если кедняк намечается на завтра, значит, новая жертва уже обработана по полной. С утра перегоняем штаб туда и будем караулить. И закрываем этих гядов. Они им уже давно тюрьма плачут. Ну, наконец-то, что-то они припозднились. Ну, а может, новая невеста Лёня не может раньше. Да, и МФО у нас до девяти работает, так что допоздна сидеть не будем. Ну да. Сейчас будем этих придурков лечить. Все в сборе. Ага. У нас тут тоже медицина на уровне. Точно. Надо бы и Маргариту, конечно, на лечение пригласить. Я этим займусь. Тут же недалеко, так что вернусь ее скоро. Конечно. Подлечить ее надо. Да-да. Ну, что ты там копаешься? Давай быстрее. Да что я уже делаю, как могу. Слышь, народный артист, что ты там ходишь вообще без дела? Настраиваюсь. Настраивается он. А Елена у них главный босс получается. Смотри, как подчиненных строят. Я еще это в баре понял. Такая тетка стервозная. Заметьте, работают слаженно. Видно, что не в первый раз. Ничего, сегодня в последний. Ну, все, Валер, вали в машину. Здравствуйте. Извините, пожалуйста. Вы не подскажете мне, я там на парковке машину случайно задела. Вот у нее там черная номер 7. Случайно не кого-то из ваших она. Минуточку. Сейчас уточню. Ждите. Да, спасибо. Даша, ты где? Лена уже позвонила жертве, запугала ее до смерти. И там чит на полных парах сюда. Поняла. Здрасте. Это ваша машина, да? Тебя овца, что ли? Ты въехала в меня? Я просто задела. Кто тебя учил ездить? Ну, пойдемте посмотрим. Давайте вы не будете меня грубить для начала. Я живу здесь, я же пришла. Если хотите, можем вызвать ГАИ. Сколько вообще тупых куриц развелось. Слушайте, ну что вы меня... Здесь рабочий день просто на смарку. Что вы меня оскорбляете? Ну, бывает так. Ну, задела машина. Ну, где здесь можно задеть? Ну, вот здесь, если танк проедет вообще. Ну, да. Ну, показывай, где? Где ты задела? Впереди, сзади. Ну, там, впереди чуть-чуть совсем. Нет ничего, да? Слушайте, знаешь, чего хотела спросить тебя, Маргарита? А вот сколько несчастных женщин ты со своей подельницей Леной развела на кредит МФО? Каких, нахуй, женщин ты что несешь? Я сейчас вообще охрану позову. Охрану? Это хорошая идея. А я, пока ты зовешь охрану, твоему руководству отправлю видео, где ты у Елены в баре берешь деньги из-за тех женщин, которым одобряла кредит по ее указке. Пошла ты... Пойдем вместе. Или брошу тебя под машину. К Елене поедем. Вгодь. А ты отпусти больно. Нет, я тебя не отпущу уже никуда. Не бой. Вот ты я встала. Здравствуйте. 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 Я его умерю. Ой, тихо, тихо, тихо. Вы что творите? Вы что творите? Вы будете же его сейчас. Смотри-ка, СМС-ку пишет. Доктора вызывает. А доктор Валера у нас где? В машине. Ждет сигнала. Заходите, Валерий Валерьевич. Леонид в комнате. Где у тебя тут руки? Можно промыть. А вот, пожалуйста. Ванная. Алевтина, это хороший очень доктор. Мы вместе с ним работаем. Он ввел Леню в больнице. Сейчас он посмотрит и расскажет о его нынешнем состоянии. Успокойся. Здравствуйте. Так. Ну что ты? Я так надеюсь, что с ним все будет хорошо. Ну, сволочь. Это ж надо так издеваться над бедной женщиной. Ты знаешь, Флот, я порой не понимаю. Ну, как можно было купиться на эту дешевую Санта-Барбару? Слава, любовь слепа. И защиты в этот момент у них нет никакой. А вот этих подонков надо бы закатать в те места, где небо в клеточку, а друзья в полосочку. Ну, вот здесь я с тобой полностью согласен. Ой, Валерий Павлович, ну как? Ну что? Что можно сказать? Состояние ухудшается. Часики жизни текают. Собственно, что я и ожидал. Ну что, нельзя ничего сделать, что ли? Ну что ты, за что? Ну, у нас, увы, нет. А вот на земле, так сказать, обетованной, в Израиле, там научились эти операции сделать, как орешки щелкнут. Телефон клиники я тебе давал, там они готовы тебя принять, так что операцию нужно делать, не тянуть нельзя. О, Господи! Возьмите, пожалуйста. Да я тебя умалю, брось. Пожалуйста, возьмите, возьмите. Все, я же ничего не помочь не смог, так что оставь. Спасибо, что же делать, что же делать? Слушай, Володя, если сейчас доктор захочется скачать, мы что, его так отпустим, что ли? Нет, конечно. Конечно. Парни, если доктор захочет слинять, перегройте ему дорогу. Принято. Ой, Алевтина, давайте присядем, давайте. Давайте. Ну, Елена, ну, а что за клиника? Да есть одна клиника, есть. Но денег очень много, хотя очень. Хотела квартиру продать до покупателей. Смотри, как эта сестерва натурально играет в убитую горем сестричку. Ну, так схема-то обкатанная. Опыта понабралась поразительно. Штаб, Валера сидит в тачке, похоже, никуда ехать не собирается. Отлично, ребята. Еще полтора нужно, представляете? Ужас, где эти деньги брать, я ума не приложу. Шмар, и знакомых богатых нету. Хотела еще кредит взять, так не дают. А он же умирает. Лето, ну, Леточка, ну, ну, давайте я эти полтора миллиона достану. Ну, тогда я только с продажей квартиры смогу вам отдать деньги. Ну, хорошо. Даша, ты где? Они сейчас жертву потащат в МФО. Паркуешь? Отлично, встречаемся во дворе. Погнали? Да. Ну, что, сделаем это? Пойдем. Пообщаемся. С нашим Валерой. Дружище, это вообще мое парковочное место. Купил, что ли, его? Надо по-другому сюда идти. Естественно. Не через стекло, через дверь. Чего тебе? Давай, иди сюда. Что? Не хотел? Ну, что? Ну, что, Валер, охладиться решил, что ли? Вставай. Пойдем, пойдем. Там Ленчик умирает. Давай, двигай пилюнки, сказал, что ли. Давай, 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 давай. Сейчас залетаем. Это еще не больно. Это еще не больно. Аккуратно, аккуратно. Голову не сломай. Ты еще нам живой нужен. Смелее маленько, давай. Ключи доставай. Ну, давай, шевели ручками. Не хочешь? Ну, бубой уже, ну. Бубой, бубой, давай, открывай. Заходим. Пойдем. Здрасте. Что за хрень? Что происходит? Ну, что здесь? Кто? Лена, да я хочу тебя спросить. Что происходит? Да я поймаю. Уберите камеру. Алектина, сейчас вам все объясню. Вот эта вся группа людей, это мошенники, которые чуть-чуть не развелилась на полуторамиллионный кредит. А Маргарита, ну, это та самая девушка, которая за долю малую подписывает документы на получение кредитов таким же жертвам этих мошенников. Так, давай, пойдем. Я знаю укромное место, где тебе будет очень уютно. У меня больной там лежит. Все, у меня. Кто вы такие? Каза. Пусть я открою. Любви обильный, Ленечка. Ха, здравствуйте, Леня. Не пылесо, не пылесо. Не пылесо. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Сюда, впрыгну. Ты сидишь тихо. Осторожно. Что такое? Он больной. Он больной? Да он драком, не пахать можно. Лень, ты здоров? Абсолютно. Я же поверила тебе. Я куда-то не знаю. Зона какая, Лена. Ты что? Ты что творишь, дура? Блин, ты куда бьешь? Слышь, придурок, ты за языком следи, а то я сейчас всякую. Потом говорить не сможешь. Алистин, ну давайте, мы же с вами цивилизованные люди, давайте действовать по закону. Сейчас приедет полиция и передадим им в руки правосудие. Я пошла? Да. Мы ее уже вытвали. Так, давайте-ка их вязать, ребята. Давай, Ленечка, давай, давай. Вставай, 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 родной. Бегом. Довольно, блин, что ты делаешь? Так хватит, отпусти, сказала. Замечательная труба. Такая же горячая. Как я. Отстань от меня. Все, все, хорошо, я поняла. Я поняла. Ну и чтобы не затягивать свою ситуацию. А, горячая. Алистин, вот эта флешечка, на ней все похождения, вот этих вот мразей. Мы выйдем и перезвоним хозяйке квартиры, которая тоже сюда приедет. Мы ничего не хотим. Вместе с полицией. Я с удовольствием дождусь и буду свидетелем. И это правильно. Все, ребята, уходим. Все, ребята, ну хорошо, подождите, подождите, ну давайте договоримся. Нет, мы не договоримся. Ну давайте. Я через жилую зла. Ну что я могу сказать? Любовь зла, полюбишь и козла. И, к счастью, этими козлами уже занимается полиция. И благодарить нужно охотников. Отработали они классно. А совет мой, дорогие мои женщины, будет очень простой. Если у вашего мужчины от вас какие-то тайны, и на ваши прямые вопросы вы не получаете ответов, то стоит задуматься, о любовь ли это. А если уж вас просят помочь деньгами, то точно будьте уверены, это не ваш вариант, не ваш мужчина. Вот как-то так. Субтитры создавал DimaTorzok